Под Никополем просела железная дорога. УС внесла изменения в ряд рейсов. Вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда будут отменены на несколько дней. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт «Укрзалезницы». Влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Харсонской области. Сегодня вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном, сообщили в компании. В пресс-службе сообщили, что благодаря внимательности преднепровских железнодорожников, трагедии не произошло. А пригородные поезда были вовремя отменены. На восстановление у нас уйдет ориентировочно три дня, пояснили в Укрзалезницы. Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова и Тимкова будут ограничены до Чертомлыка. Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус. На участке Чертомлык, Кривой Рог назначит временный электропоезд с отправлением из Чертомлыка в 19 часов 30 минут и прибытием в Кривой Рог в 21 час. Это означает, что отправку поезда номер 76-75 Кривой Рог, Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев. Добавили в компании. Подрыв Каховской ГЭС. После циничного подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, который состоялся во вторник, 6 июня, вода затопила часть Харсонской области. Особенно тяжелая ситуация на Левом берегу, который контролируют оккупанты, россияне игнорируются призывы жителей об эвакуации и обстреливают мирное население. В то же время, по сообщениям ОВА, в Харсонской области уровень воды начал снижаться. За ночь вода отступила еще на 31 см. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.